Это утренние новости на 24КЗ в студии Лунара Викусинова. В горах Алматы объявлена селевая опасность. По данным КАЗ Гидромета, из-за сильного дождя есть угроза формирования селевых потоков в бассейне рек Кыше и Улькен-Алматы. Подразделения КАЗ Селезащиты переведены на учащенный режим наблюдений, проводят аэровизуальные и наземные обследования. В Казахстане организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников. Туристов просят не посещать горы во избежание нежелательных последствий. И немного о погоде в продолжении. Дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются на большей части Казахстана. В КАЗ Гидромете объявили штормовое предупреждение почти во всех областях республики. На севере страны возможен град, на юге и востоке ожидаются дожди, на западе сохранится высокая пожарная опасность. А в центральной части республики ожидается гроза. В Астане сегодня переменная облачность, временами дождь и гроза. Новый пограничный пост установили в горной местности на границе Казахстана и Кыргызстана. Модульный пункт состоит из двух больших комнат. Он оснащен всем необходимым для отдыха солдат после ночных дежурств. В Алматинской области в ближайшее время откроют еще семь таких постов. Это позволит улучшить условия несения службы пограничниками и повысить их боеготовность, особенно в зимний период, когда температура воздуха может опускаться ниже 30 градусов мороза. Гафу Али продолжит тему. Новый пограничный пост построили недалеко от села Манжелка Кигенского района Алматинской области на границе с Кыргызстаном. Здесь созданы все условия для временного проживания военнослужащих, сообщил начальник пограничного отдела Наренкол Айдос Алтахунов. Это своего рода перевалочный временный пост. Построили специально для отдыха пограничных нарядов перед отправкой в отдаленную зону. Здесь они смогут восстановить силы и дальше выполнять свои задачи и приказы. В одном только Кигенском районе установят еще семь подобных пограничных постов для отдыха солдат. На эти цели из бюджета выделили 62 миллиона тенге. Новые модульные пункты появятся в рамках программы по улучшению условий несения службы пограничниками. По словам зама Кима, района Кенеца Кобылбекова, их установят уже в следующем году. Также мы планируем построить шесть жилых домов в селе Каркара для пограничников. Сейчас мы готовим для этого проектно-сметную документацию. Осталось провести экспертизу. Если все пойдет по плану, строительные работы начнем в следующем году. В этом году на участках пограничной службы в Алматинской области задержаны около 300 человек. Среди них много тех, кто нарушил государственную границу или пограничный режим, а также не соблюдал порядок на контрольно-пропускных пунктах. А за нарушение правил въезда в пограничную зону с начала года уже оштрафовали 250 человек, сообщил начальник департамента пограничной службы КНБ по Алматинской области. От бдительности наших военнослужащих, от бдительности наших пограничников, от качества работы наших технических средств охраны границы, от физической выносливости наших служебных животных, от технической подготовленности нашей автомобильной техники, зависит вот эти слагаемые успеха в охране государственной границы. По периметру нашей страны насчитывается 101 пункт пропуска. Ежедневно на боевое дежурство выходят до 10 тысяч защитников рубежей. Наряд они несут круглые сутки. Наргиза Токижанова, Гафу Али, сержант Жумабаев, 24КИЗ, Алматинская область. Как сообщает СНН, посредники составили новое предложение для воюющих сторон. При этом возможное вмешательство Ирана остается значительной угрозой для мирного процесса. Переговоры о прекращении огня завершились на фоне известий о том, что число погибших палестинцев в секторе газа превысило 40 тысяч человек. Европейский центр по профилактике заболеваний и борьбе повысил уровень риска распространения вирусной инфекции ОСП и обезьян. Решение принято из-за возможного увеличения случаев заражения, связанных с тесными связями между Европой и Африкой. 15 августа Всемирная организация здравоохранения подтвердила случай заражения новым штаммом в Швеции, которые завезли из Африки. ВООС ранее объявляла вспышку вируса в Африке, чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, имеющей международное значение. Наиболее сложная ситуация в Демократической республике Конго, около 16 тысяч заболевших с начала года, из них скончались больше 500 человек. ОСП и обезьян передается через физический контакт с людьми и животными, вызывает лихорадку, мышечные боли и кожную сыпь. Пакистанская больница в провинции Хайбер-Пахтунхва готовится к росту заболеваемости ОСП и обезьян. Предупреждение медучреждения в городе Пешавара станет изолятором для будущих пациентов. Пакистанский Минздрав подтвердил наличие вируса у туриста, вернувшегося из Саудовской Аравии. Заболевший после обследования вернулся домой и пропал. Ведутся поиски. В аэропортах страны усилен мониторинг, привлечены медработники, проводится дезинфекция помещений и багажа. Возвращаемся к новостям. В нашей стране 350 тысяч квадратных метров жилья построят в этом году в области ЖТСУ. Их возводят не только в областном центре, но и в малых городах и селах. В Алакольском районе в улучшении жилищных условий нуждаются 1600 человек. Новоселье в этом году отметят 130 семей. В селе Кабанбай скоро сдадут 10 арендных домов. А вот как решается жилищный вопрос в регионе, расскажут наши корреспонденты. Площадь домов в селе Алаколь составляет 70 квадратных метров. На их строительство из республиканского и местного бюджета выделили 280 миллионов тенге. По словам старожилы села Ербулата Муратбекова, это первое масштабное строительство за последние 30 лет. Арендное жилье предоставят социально незащищенным своим населением бюджетникам, людям с инвалидностью многодетным. Для нашего села это большое событие. Значит, люди не будут уезжать. Село будет расти и процветать. Строительство начали в апреле. Подрядчики обещают сдать дома в октябре. Представитель подрядной организации Алтенбек Мауленов заверяет, что используют качественные материалы. Кладка идет в полтора ряда из красного кирпича. Снаружи облицуем 100-миллиметровой минплитой для теплоизоляции. Потом приступим к внутренним работам. Дома сдаем под ключ с чистовой отделкой. Высота потолков 2 метра 60 сантиметров. Электричество уже провели. В Балакольском районе 1600 очередников. Чтобы предоставить им жилье, местные власти намерены ввести практику выкупа готовых квартир, заявил руководитель отдела архитектуры и градостроительства Махсут Амарова. В городе Ушарау планируем выкупить 60-квартирный пятиэтажный дом. Также в селах строят 60 частных домов за счет частных инвестиций. В дальнейшем их приобретет местный акимат и выделят в качестве арендного жилья очередникам. В ближайшее время в районе жилье получат 130 семей. Всего в области в этом году сдадут 349 тысяч квадратных метров жилья. За первое полугодие ввели 115 тысяч квадратных метров жилья. Темпы роста жилья составили 11% по сравнению с прошлогодним показателем того же периода. А вот строительство моста над железнодорожными путями возобновили в поселке Жанакурган Хазлардинской области. Возводить его начали еще 40 лет назад. Он соединяет районный центр с остальными населенными пунктами. А чтобы добраться в свое село Жанакурган, жители пользовались единственным наземным переходом. Это создает неудобства как для транспорта, так и для пешеходов. Мост планируют сдать к концу этого года. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Весь транспортный поток в Жанакурганском районе проходит через единственный железнодорожный мост в райцентре. В сельском округе 15 населенных пунктов, где живут порядка 20 тысяч человек. Поэтому в пробках регулярно стоят местные водители и спецтранспорт, машины скорой помощи, пожарные и полицейские. Житель районного центра Уразбек Рзаев рассказывает, что это значительно затрудняет жизнь Жанакурганцев. Движение здесь интенсивное. И люди ходят, и скот перегоняют, и машины проезжают. Это затрудняет и движение поездов, и остальных. Да и в целом небезопасно. Давно пора бы достроить мост. Мы не раз просили Акимат решить этот вопрос. Строительство моста началось еще в 1985 году. Но сдать в эксплуатацию не успели. За 40 лет сооружение начало разрушаться. Специалисты тщательно обследовали объект и составили проектно-сметную документацию. По словам представителя подрядной организации Хайрата Жаханова, сейчас на мосту полным ходом идут строительные работы. На мосту есть четыре опоры. Две из них необходимо заменить. Пролеты тоже нуждаются в реконструкции. Все работы, необходимые для восстановления моста, отражены в проекте, составленном инженерами. Действуем согласно графику. Протяженность моста составит 78 метров, а с учетом подъездной части – 1 километр. Ширина переправы – 12 метров. По ней пройдет двухполосная автомобильная дорога. Качество выполняемых работ находится под строгим контролем, заверил главный специалист районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Даулет Умиралиев. Каждые 30 сантиметров уложенного грунта должны утрамбовываться 25-тонным катком. После каждого этапа берем лабораторные анализы, чтобы убедиться в качестве работ. Высота моста составит 9 метров. Дальше приступим к укладке асфальта, установлению ограждений дорожных знаков. Строительство моста началось в июне. Сдача объекта запланирована на конец года. По данным строителей, на сегодняшний день готово 70% конструкции. Саня Кубжасарова, Нурлан Жакобеков, Нуржан Музарапшин, Козыларгинская область, 24КЗ. А сейчас в Карагандинскую область. Там житель села Козылжар Бухаржаровского района занимается разведением верблюдов. В районе это единственная такая ферма. Сегодня в хозяйстве у молодого предпринимателя Козыбека Абатова уже 90 кораблей пустыни. И наши корреспонденты узнавали подробнее. Шубат, курт, творог и даже сыр. Такую продукцию на продажу производят на ферме Козыбека Абатова. Сначала сюда из Козылардинской области привезли 50 верблюдов. Сегодня их уже 90. Правда, чтобы получить от государства субсидии, в хозяйстве должно быть не менее 200 голов животных. Однако это пока невозможно. В селе не хватает пастбищных земель. Заместитель Акима Бухаржаровского района пытается решить этот вопрос. Предприимчивый фермер Козыбек Абатов получил выгодный кредит. Изучил рынок и решил рискнуть. Животные неприхотливые, много затрат не требуют. Да и продукция всегда пользуется спросом. К примеру, верблюжья шерсть самая теплая и обладает лечебными свойствами. Конечно, у нас основная цель получать от верблюдов молоко. Оно очень питательное, витаминизированное. Обладает следными свойствами. Соказчиков очень много. В этом году у нас 8 дойных животных. В дальнейшем планирую увеличить их количество. В целом, в Бухаржаровском районе сельскохозяйственная отрасль развивается стабильно. Здесь работает более 800 крестьянских хозяйств, 5 крупных птицеферм. Лиана Жамльханова, Сайлау Игликов, Карагандинская область, 24КЗ. Это были все новости к данному часу. Мы продолжим. Не переключайтесь. Смотрите новости на 24КЗ. Продолжение следует...